Рязанский аграрий постепенно переходит к нано-железу. Нет, тяпки из него не делают, зато в качестве добавки в корм или удобрения волшебный порошок творит чудеса. Елена Архипецкая увидела, на что способны микроскопические помощники. Посмотрите, получается раз, два, почти 60 сантиметров. Зелёная макушка с будто засахаренными шишками только в этом году вымахала за полметра. Эти сосны – результат наноэкспериментов. Саженцам всего пять лет, а они вдвое выше своих соседей. При этом посажены были в кризисное для природы 2010 год. Но засуха, казалось бы, их не коснулась. Весь секрет в кристаллическом нано-железе. Здесь на опыте представлена уже пятилетняя сосна. Высота её значительная, прирост довольно-таки большой, то есть железо работает. Причём здесь работает он и как активатор ростовых процессов, так и как стимулятор притяжения воды к корневой системе. При этом затраты на нано-добавку – 15 рублей на 5 тысяч саженцев сосны. Металлические нано-порошки – изобретение Рязанского агротехнологического университета. Изучать их начали два десятка лет назад, а в 2008 был основан наноцентр. Биоматериал добавляли в корм кроликам, поросятам и телятам, обрабатывали семена перед посевом. В чём суть? Мы разрабатываем биопрепараты, аналогии для которых нет на нашем рынке. В основе этих препаратов находятся наночастицы биогенных металлов. Это железо, кобальт, медь. Размер этих частиц – от 20 до 30 нанометров, поэтому это позволяет нам относить их к наноматериалам. И они обладают невероятными свойствами. Как волшебный порошок урфина джуса из книжки Волкова «Оживевшие деревянных солдат» нанометаллические порошки на опытных площадках давали устойчивый прирост. Урожайность выросла минимум на 20%, не изменяя при этом качество продукции. Что характерно? Всё зависит от генетического потенциала каждой культуры. Для масличного подсолнечника увеличится масличность. Для азимы яровой пшеницы увеличится содержание клейковины. Для зернокукурузы увеличится содержание белка. Опытные площадки расположили как на родных рязанских полях, так и на южных, воронежских и ростовских. И даже вьетнамских. Университет плотно сотрудничает с Академией овощеводства республики. Если российские аграрии пока выражают некий скепсис в отношении чудо-порошков, зарубежные коллеги получают двойные, даже тройные урожаи в своём климате. Говорят, вьетнамцы даже пытались скопировать технологию, но у них ничего не вышло. Теперь главная задача рязанских учёных – внедрить разработку в родное сельское хозяйство. Елена Архипецкая, Владимир Робуданов, Вести, Рязань.